Музыка Можно с нуля создать производство и сделать его успешным за 6 лет. Это на личном примере доказал крупнейший производитель мяса индейки в России, генеральный директор компании «Евротон» Вадим Ванеев. В Ростовской области посреди степи вдоль московской трассы по направлению к Ростову-на-Дону можно увидеть синие дома-ангары с белыми крышами. Это только одна из многочисленных пиццеводческих площадок Ванеева. Музыка Кто такой лидер? Лидер это тот, который ведет за собой людей к мечте. Реально. А не Сусани, который заводил их в тупик. Польские туроператоры предъявили претензии к Сусанину. Более миллиона пернатых в его хозяйстве, хотя в агробизнесе владелец Ивротона новичок. Свой первый комплекс он открыл в 2006, а уже в 2012 году продал 39 тысяч тонн индейки. Польские туроператоры предъявили претензии к Сусанину за то, что туриста завел в тупик. А лидер это человек, который взял на себя ответственность и ведет огромный коллектив за собой. Допустим, по отношению ко мне. А вообще, в моем понятии, лидер это Месси в Барселоне, Гергиев в Баринском театре, Владимир Владимирович Буди лидер. В лидер это харизма, это перечень качеств человека, который может заразить идеи и повесить за собой людей. Годовая выручка Ивротона более 4 миллиардов рублей, а госбанки выделяют под Ванеева еще большие кредиты. Еще недавно он предприниматель средней руки даже по ростовским меркам. Один ресторан, один супермаркет и дистрибьюторская фирма, торгующая алкоголем. Сегодня его бизнес тянет на многие миллиарды. Что приобретает лидер и что он теряет в своей жизни? Приобретает свою мечту, к чему он шел. Воплощает свою мечту, а теряет много. Теряет. Не видит детей. Не отдыхает. Очень много работает. Не может позволить себе то, что многие позволяют. Хотел отдохнуть месяц, будет месяц отдыхать. Я честно говорю, последние две недели хочу, здесь мама сделала мне посеять 10 метров. Последние две недели хочу два часа просто полежать. У меня не получается. Вот простой пример. Поэтому, когда люди говорят, что этот человек чего-то добился, у него что-то все-то есть, а ты позволишь себе это сделать. Я тебе не говорю 95% не заходя в это дело. На самом деле, как показывает история Евродона, чтобы реализовать амбициозный проект, одной лишь веры недостаточно. Невозможно сделать масштабный проект без масштабно мыслящих людей, потому что в жесткой конкуренции принимают участие не просто компании, а сильные команды. Осознавая этот факт, Вадим Ванеев людей в свою команду собирал по всей стране. Ты работаешь с налаженной командой. Какие жесткие критерии, ты бы сказал, что по этой системе надо берать команду? По глазам. Глаза никогда не врут. Глаза должны гореть. Вот недавно, буквально перед твоим приездом, был человек, я шел, мне рассказали про него, должность большая. Я шел 100%, я говорю, я его возьму, этот человек мне нужен. Я зашел, через 5 минут я не хотел его убрать. А шел, все, себя убедил, надо его убрать. Нужны профессионалы, но, но мне не нужны роботы. Если он робот, он не работник. Мне нужен профессионал с человеческим лицом. Он должен быть живым организмом, потому что коллектив – это живой организм. Отец меня учил прививать разные сорта деревьев. У него, у него, у отца, ну, неправильная кличка, но его все соседи называли Мичуриным. На одном дереве, по-моему, у него 6 или 8 сортов груши растет. Я всегда говорю, что мы уже выросшее дерево, наша команда. И каждый человек, приходя к нам, это какая-то ветка, которую привели. Если она не приживется и не в этот ствол дерева, он не будет здесь работать. Вадим – азартный человек. Это проявляется во всем – в манере разговора, в умении убедить в своей правоте. Футбол дает страсть забить мяч, всплеск вот этой энергии. Я отдыхаю. В спорте о человеке можно судить, какой он человек. Если он подлый, если он тебя сзади ударит, это уже не человек. А надо быть просто достоинным. Мужчина надо будет. Биться – ну, мужчина. Постоянно я в спорте. Я без спорта не могу. Во-первых, это меня держит в форме. Огромный коллектив. Все на меня смотрят, как я выгляжу, в какой я форме. Ты говоришь, Вадим Ванеев – человек. Да, я человек, но я никогда не должен показать моему коллективу, что Вадим Ванеев сломался. Если генерал ломается или маршал, то команда ломается за тобой. А у нас такая вот здесь между ребятами поговорка. Ну, что, поле покажет. Ну, выбросим сейчас в поля, и мы посмотрим. Ну, очень многие сдаются, убегают. Не все хотят работать. Это, к сожалению, это так. К 2001 году ресторанный бизнес у Ванеева был отлажен, супермаркет приносил доход, торговля алкоголем развивалась. В числе продуктов, которые он закупал у венгерских партнеров, была индейка. В один момент Вадима осенило. А ведь в России нет промышленного производства индюшати. Ростовская область – аграрный регион. Почему бы ему самому не стать птицеводом? Израильская компания МЭД помогла ему подготовить бизнес-план проекта на 11 тысяч тонн мяса индейки в год и продала технологию. Владелец Евродона вспоминает, как на переговорах в Тель-Авиве израильтяне уговаривали его не спешить и начать хотя бы с малого, например, трех тысяч тонн в год. Бизнесмен поступил по-своему, хотя после пожалел, что начал строить комплекс на 11 тысяч тонн, а не на 60, уже забыв о том, как трудно было найти деньги даже на стартовый проект. Лидер – это кто? Он должен вдохновить людей, заразить этой идеей. Я могу про индейку рассказать до утра. И вот так же я заводил всю свою команду. А не верили люди, которые говорили, что не вдумай этим заниматься. Русские с ним будут индейку никогда. Это гиблый проект. Это сейчас Вадим Аманеев. Он говорит, молодец, какой он умный, какой все. А надо мной смеялись, надо мной все смеялись. Осознав, что без связи тут не обойтись, Вадим Аманеев, уроженец Южной Осетии, попросил друга познакомить его с дирижером Валерием Гергиевым. Вдруг знаменитый осетин согласится помочь другому осетину и сведет его с кем-либо из крупных банкиров, кто мог бы рискнуть и дать денег. Как Вадим Аманеев относится к классическим балетам? Балет мне нравится. Там все-таки пластика, движение, все остальное. Оперу, если я знаю, прочитаю текст, о чем он идет, то нравится. Ну, понимать тонкости, вот этот тембр, такой голос, все. Но если бы вы видели, как он дирижирует, я очень много иногда за ним. Я за ним, и мы с ним 4 года общались, 4 года. Я столько ночью сидел на концертах его. Однажды сижу, оказался в ложе, и он лицом ко мне. Он дирижирует, и я слышу звук какой-то непонятный. Тишина же полная. И идет ву, ву. Я говорю, что такое? А потом, когда присмотрелся, это он, выдавая свою энергию. Он весь в поту. И он всю энергетику выдавал. Поймите, вот знаешь как. Вот когда говорят гений, это он. Он разбирается в бизнесе, он разбирается в людях, он разбирается в музыке. Я в бизнесе, в людях могу разобраться, но в музыке я никакой. Валерий Абисалович занятой человек. И Ванеев полстраны объездил за ним, прежде чем их встреча состоялась. Как-то он прождал Гергиева в его приемной двое суток. Возможно, музыкант хотел понять, насколько ему действительно важен и дорог проект. Он же сидит со мной, мы кофе пьем. О, и заходит человек в холле в Москве, Арат, Хаят, отель. Валера, май френд, май френд, Валера. Отнялись, поцеловались, все остальное. Он пошел уже 2 часа ночи. А он мне так сказал. Ты знаешь, что такое? Я говорю, кто? Я говорю, не знаю. Но я все читаю, даже западников я могу таких больших узнать. Я говорю, я не знаю, Валерий Абисалович. Это Нестли. Я говорю, Нестли СНГ, Россия. Он так на меня посмотрел. Нестли мировой. Генеральный директор компании Нестли. 8 миллиардов долларов. Он на него кинулся, обнимал и целовал. Понимаешь? Уровень человека. Поначалу Гергиев обомлел. Где Мариинский театр и где Индейка? Но под напором Ванеева сдался и согласился познакомить его с Андреем Костиным, председателем правления Внешторбанка давнего спонсора Мариинки. Гергиев сдержал слово. Встреча с Костиным состоялась. Тот перенаправил его к Владимиру Дмитриеву, зампредуправления ВТБ. Бизнес-план у просителя Дмитриев принял. Но деньги Евродом получил лишь год спустя. Весной 2005 года Вадим Ванеев начал стройку. Все бы хорошо, только на рынке в то время резко выросли цены на цемент. Проект Евродона в результате подорожал на треть. Начались большие трудности. Банк предложил в качестве залога 75-процентную долю в компании. Предприниматель отказался. В ответ банк остановил финансирование. Владельцу Евродона пришлось приостановить все работы. Но у него остались связи с Дмитриевым, который на тот момент уже год как руководил Внешэкономбанком. В свое время Ванеев пригласил Дмитриева на строительство Евродона. Хотел показать, что проект реализуется. Деньги не разворованы. И теперь предприниматель, попавший в трудную ситуацию, попросил помощи у председателя Внешэкономбанка. Компания была спасена. Веб выкупил ее долг у ВТБ и продолжил кредитованием индюшинного проекта. Это не тяжелый, это колоссальный труд. Это я иногда не хочу, чтобы мои дети этим занимались. Это не каждый может вынести, ребят. Это все так думают. Что человек заработал деньги. Деньги, когда ты занимаешься большим делом, деньги уже это второстепенное. Ты их не видишь. Тебе, как говорят, прийти к власти это одно. Удержать. Вот самое главное. После открытия производства Евродону первое время пришлось не сладко. 700 тонн индейки ежемесячно ростовским оптовикам были не нужны. Первой партии пришлось отдавать в местные магазины под реализацию без всякой предоплаты. Однако покупатели, распробовав продукцию, проголосовали за нее кошельком. Федеральные ритейлеры даже стали закупать индейку для своих магазинов, расположенных в других регионах России. К 2009 году проектные мощности Евродона были загружены полностью. Видя, как растет спрос, Вадим Ванеев запустил цех готовой продукции. Колбасы, сосицы, копченостей и разных деликатесов из индейки. И решил увеличить производство мяса до 31 тысячи тонн в год. Чтобы устранить риски, связанные с доставкой птенцов, бизнесмен решил построить комплекс для так называемого родительского стада. С деньгами снова помог Вэм. В апреле 2009 года посмотреть птицекомплекс Евродона заехал Виктор Зубков, первый вице-премьер, отвечавший за аграрный сектор. Общение с Ванеевым впечатлило Зубкова. Влиятельный вице-премьер фактически благословил Ванеева. В октябре 2010 года по рекомендации Зубкова, Евродон во время правительственной рабочей поездки посетил и сам Путин. Ваше благословение. Ваше благословение. Ваше благословение. Она полезна. Карина Индей. И сердце. Здоровья. Здоровья. Могу я вас попросить попробовать. Можно вот это. Это ветчина. Хотя французы гордятся, что они авторы ветчины, наша российская ветчина. Поверьте, мы лучше. Им никогда не сделают такую ветчину. У них на первом месте коммерция. Мы все-таки думаем о том, чтобы была здоровая нация. Попробуйте в ответ. Я не могу попробовать. Нет, мы много не просим, но немножко не отдам. В конце того же 2010 года Виктор Зубков пригласил Ванеева на очередное сельскохозяйственное совещание. Владелец Евродона рассказал о желании построить комплекс по производству мяса утки на 20 тысяч тонн. Весной 2011 года правление Россельхозбанка одобрило выделение Ванееву кредита на проект по производству утильного мяса. Никогда не захотел сворачиваться в эту дорогу? Никогда. Страх есть. Страх всегда, ребята. Тот, кто не боится, он больной. У кого есть страх, это нормальное явление. Знаешь, что страшно? Я иногда не знаю, как я это сделаю. Вот сейчас у меня новые проекты. Там, там, пять тысяч человек надо набрать. Всем не споржди, ты их возьмешь. Честно, не знаю. Не знаю, но я их возьму. У меня как тактика Наполеона. Надо вступить в бой, а там посмотрим. В бою все будет. Да, бывают у меня моменты, я даже не знаю, с чего начинать, с каких встреч. А потом молча. Это важно, это важно, это не важно. Но зато интересно. Это интересно. Хочется иногда вот так вот посидеть, как мы... Ты со мной уже три дня здесь. Посидеть, просто поползать, кофе попить. Но это, 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 поверь мне, это часы. Это полчаса, это часы. Все равно так выстраиваются люди. Я вижу по глазам, что все хотят переговорить. Ну, по одному заходить, по одному. Вадим – настоящий работяга. Вместе с тем он человек ответственный за свое дело. Человек, несущий ответственность перед людьми, которые в него поверили. За мной пять тысяч человек. Огромные кредиты. И все, что у меня есть, все заложено. Все заложено. Квартиры, все. Но я рискую. Я беру на себя риск и делаю проект. Поэтому, когда у меня стресс, он серьезный. И я не должен ничего показать ни маме. Ничего, чтобы она не догадалась. Потому что она очень близко все воспринимает. Никто не должен догадываться. Ну, один-два человека, с кем я должен принимать решение. И мы сидим и принимаем решение. Всего за шесть лет «Евродон» стал крупнейшим российским производителем «Индюшати». 39 тысяч тонн в 2012 году. Это более четверти отечественного рынка индейки. Поэтому сегодня компания «Ванеева» может позволить себе ставить условия региональным властям. Например, проложить дорогу, подвезти газ, воду, электричество к новой площадке «Евродона». По словам «Ванеева», инфраструктура за свой счет увеличивает нагрузку на себестоимость производства до 15%. Компания построила 70 километров дорог, 112 километров газовых сетей, 259 километров электросетей и 50 километров водопровода. Но все это было до того, как «Евродон» заметили на высшем уровне. Теперь же компании «Евродон», как одному из ключевых инвесторов в агросектор «Дона», оказывается всесторонняя поддержка в части создания инфраструктуры. Почему у меня все в Октябрьском сельском? Потому что здесь глава нормальный. Он номер один по инвестициям в Ростовскую область. Потому что он адекватный. Я к нему прихожу, я ставлю задачу, он вызывает себя. Не дай бог, он мне пожалуется, что вы что-то неправильно делаете. Все. А как я этому человеку не должен помогать, если у кого не будет? Вот простой пример. Это для бюрократов, в хорошем понимании, или для чиновников. Мы проводим воду к одному из наших объектов, а там находится поселок. Он мне говорит, Владик, ну вы же трубу ведете там 50 или 75 диаметром. Ну можно, чтобы поселок запитался через вас? Он говорит, сделайте трубу 150 и проложите вы. Он говорит, Евгений Петрович, о чем вы говорите? Вот такие моменты. Футбол в одни ворота не бывает. Я иногда говорю, я говорю, в мире это сделано, сделано. А у нас нет, у нас с Нейпл, мы не можем это сделать. Я говорю, значит, мы должны так, как в мире сделано. Мы делаем, а потом это все. То есть мы можем нарушить этот порядок и сделать свое дело? Ради идеи. А если идея сильно, то да. Дороги и сети понадобились владельцу Евродона не только для птицефермы. В 2009 году он построил завод строительных металлоконструкций и сэндвич-панелей за 2,5 миллиарда рублей. Зачем? Ванеев объяснил, чтобы самому обеспечивать себя стройматериалами, не зависеть от роста цен, усугубленного олимпийской стройкой, и иметь дополнительный доход. Вам выделяют землю, все остальное, это все ваши дела. Никого посторонних вы не привлекаете. Вот эти три завода мы построили за один год, и все металлоконструкции сами сготовили, и все строительные работы наша команда. Ирдон за год построил три завода. Я здесь ходил в таких сапогах, в грязи. Здесь месиво, глина, земля, трактора не могли пройти. Камазы вытаскивали из грязи. Тебе выдают все. Допустим, ты строишь торговый центр. Вот тебе металл, вот тебе все, и ты забираешь. А мы сэндвич-панели покупали в Питере, металл делали в Белгороде. Это оцинковываем там. Логистика, это логистика. Когда вы в вашей команде озвучивали вот эту идею постройки, скептики были? Всегда. Скептики жил. Завод «Металлдом» сейчас более половины своей продукции продает на сторону. В ноябре 2012 года Вадим Ванеев запустил в Ростовской области еще и домостроительный комбинат, мощности которого позволяют возводить до 100 тысяч квадратных метров жилья в год. Это полностью от и до из наших заводов. Вот на этом этапе это 75 тысяч квадратных метров жилья, там что-то там добавим, и здесь будем производить 100 тысяч квадратных метров жилья в год. 550 семей можно обеспечить, да, домами? За деньгом. Да. Все давным-давно придумали. Просто надо эту технологию взять, перенести сюда, то, что тебе говорили. Вот это клеится обои. Сразу? Сразу. То есть минимальная затрата потом уже влажает? Получается, все? Нет, я извиняюсь, это наружная стена, вот внутренняя. А, уже все влажает. Вот она, внутренняя стена. Это уже цех, где доводка, она здесь остывает чуть-чуть. Дорабатываем, как оно должно быть, шов, и мы хотим три цвета сделать. Чтобы все знали, что это наши дома. Когда я в Германии первый раз дом увидел, я говорю, как у вас старинный кирпич. Где такой кирпич вы достаете? Они ржут. Вадим опять-таки ссылается на потребность Евродона. Ведь еда и жилье идут параллельно. Он создает рабочие места, люди оседают, создают семьи, им всем нужно где-то жить. Разумеется, и об иных выгодах Ванев не забывает. Его компания ведет переговоры о покупке 100 гектаров земли недалеко от Ростова под коммерческую застройку. На сколько времени, по твоему расчету, он рассчитан? В зависимости от того, как продолжительность, если это 50 лет, 100 лет. То есть, это твой опыт Запада. Можно я задам тебе вопрос? Когда люди перестанут кушать? Никогда. Мой бизнес будет продолжаться всегда. Люди на машинах не ездили. Они ездили на лошадях. Так что, это тоже... Мы старались выдумать какое-то технологию, чтобы... Мы по телефону не разговаривали. Мобильные телефоны появились. Но есть мы ели всегда. И всегда будем есть. Поэтому, не дай бог, не дай бог, любые катаклизмы мировые, засуха, ну, все что... Кушать всегда три раза. А иногда и пять раз кушают. Поэтому у этого бизнеса нет конца. Я приводил тебе данные, что индейка занимает 2%. 2% от производства всего мяса в мире. Вот самое полезное мясо занимает 2%. Поэтому у этого продукта огромный масштаб. Ну, просто однажды шотландцы сказали, Не было людей, которые бы этот бизнес подняли. Ну, наверное, осетины будут поднимать этот бизнес в мире. Ты сказал насчет своих сыновей. Скажи мне, пожалуйста, Ты хочешь, чтобы они продлили твое дело? Если бы я сказал нет, это неправильно. Конечно, хочу. Те бессонные ночи и те трудности, которые я испытывал в этой жизни, Испытываю каждый день. А кому это я делаю? Я бы хотел очень, чтобы они взялись за этот огромный проект. Но я, знаешь, как сказал однажды, всем троим, я говорю, знаете, у меня 3 сына и у брата дочка. И я всегда говорю, у меня 3 сына и дочка. Вот я им сказал, я сделаю фундамент сильнейший, а выстраивать дом придется вам. Один раз, когда я не понимал, почему все так сильно восхищаются им, Я поехал с ним на такую рабочую командировку. И увидел все это своими глазами, сравнил масштабы западные с теми, которые у нас. И понял, что в будущем, если это все хорошо пойдет, то это будет грандиозное дело. И моя мечта, как бы, продолжить это дело. И чтобы то, что задумал мой отец, помочь ему этого добиться. Я, как бы, на этом этапе своей жизни хочу этого. Если, допустим, он поднял одну отрасль какую-то, у меня есть какие-то планы поднять другую отрасль в России. У нас много незахваченных секторов в рынке есть. Допустим, тоже там можно перечислять их. Допустим, если птицеводства, мяса индейки там никогда не было, и он захватил этот сектор, то я могу побороться за какие-нибудь другие. Каким должен быть лидер? Я считаю, что лидер должен быть харизматичным, уметь убеждать своих людей, чтобы делать какие-либо дела, находить общий язык со своими работниками. Твоя любимая рок-группа? Есть у тебя такая? Я не слушаю рок, в основном классическую музыку. Какую? Битхоин, Бах, Моцарт. Ты слушаешь их по записи или? Ну, по записи в основном. По записи? А ты когда-нибудь бывал на Костяковском концерте? Нет. Ну, хочешь быть? Ну, можно будет сходить раз. А ты сам хочешь быть лидером? Конечно, как мой папа. Я мечтал бы быть лидером. Тот дел, которым он занимается, кто-нибудь из его сыновей сможет пробовать? Я думаю, да, он нас готовит к этому. Мы все слушаем его. Он нас с детства воспитывал. Он не дальше подготавливает нас. И мы будем у него учиться, я думаю, всю жизнь. То есть вы можете отказаться от своей мечты, от своих желаний? Да. Я бы отказался. Я не хочу просто подвести его. Он очень надеется на нас и верит в нас. И просто мы не хотим его подвести. Это трудное решение? Да, трудное. С одной стороны. А с другой? Нет. Мы просто очень любим его. Мы видим, как он каждый день работает. Как он старается. Он вливает всю душу свою в эту работу. И мы просто должны ему помочь. Бывают споры. Ну, это конфликт отцов и детей. Это всегда, по-моему, бывало. То есть, ну, как споры. Мы можем не сходиться во мнениях. Но, в конце концов, все равно приходим к одному и тому же общему знаменателю. То есть у нас не бывает таких жестких конфликтов. То есть мы друг друга понимаем, в принципе. В принципе, да, он старше, надо его прислушиваться, как бы. Но в то же время у меня есть тоже свои, как бы, жизненные взгляды. Я по-своему вижу ту или иную ситуацию. И пытаюсь... И мы вот в общении, обычном общении, мы приходим к одному и тому же решению. Это каких-то проблем, можно так сказать. Заставить ребенка заниматься тем, чем он не хочет, это гиблое дело. Он убьет проект. Он должен загореться. Он должен... Ему должно это нравиться. Бизнес – это не просто Вадим Ваней хочет зарабатывать деньги и заниматься индюками. Это не так. Я люблю своих индюжек. Ты же видел, как мы с нами здоровались? Я люблю этот проект. Если я это не буду любить, у меня ничего не получится. И каждый человек, хоть это врач, учитель, не знаю, футболист, любой человек, если ему профессия не нравится, он рано или поздно бросит, и он не достигнет никаких успехов. Тебе твоя профессия должна нравиться. Как мама относится к твоему индюжу? Плохо. Она не хочет, чтобы я работала. Мама, я шучу, она женщина, которая очень много горя видела в жизни. И это мое вдохновение. Все, что во мне есть такое доброе, это мама. Я в моменты принятия таких решений очень жесткие. И мудрость, и доброта, это мама. Чем ты становишься взрослеть, ты становишься мудрее. Поэтому она хочет, чтобы сын отдохнул. Я говорю, мама, я сегодня хочу приехать, я хочу отдохнуть. Я ей звоню, я приезжаю. Она думала, что сейчас я домой приеду, здесь побуду с ней, там, один день побыл. Я говорю, я отдохну. Она говорит, и ты мне сказал, ты хочешь отдохнуть. С 2006 года Внешэкономбанк судил компаниям Ванеева почти 13 миллиардов рублей. Еще 5 миллиардов рублей выделил Россельхозбанк под утильный проект. Минимальный срок кредитования 7 лет. На выплату основной суммы кредита Вэб предоставляет каникулы. Сейчас для Ванеева главная нагрузка – проценты по долгам. Однако Евродон подпадает под государственную поддержку аграрных инвестпроектов. Цель Вадима Ванеева – войти в число глобальных производителей индейки. Весной прошлого года Внешэкономбанк принял очередную заявку Евродона. Кредитная линия на 17,9 миллиарда рублей нужна для строительства второго индейководческого комплекса в Ростовской области на 60 тысяч тонн мяса в год с перспективой расширения до 180 тысяч тонн. Еще одну кредитную заявку на 6,3 миллиарда рублей для увеличения мощности действующего комплекса ферм до 75 тысяч тонн сейчас рассматривает пул банков. Я не политик, но поверьте, 4 года назад мне предлагали пост министра сельского хозяйства Ростовской области. Губернатор подослал двух замов с премьер-министром, они мне уговаривали. В Москве мне предложили должность председателя Агрополнического союза России, я тоже отказался. Вот сейчас буквально депутатом ЗАГС собрания области я отказался. Я занимаюсь любимым делом. И я больше сделаю здесь. Делать вид из себя, что я занимаюсь законодательным творчеством, это смешно. Спроси мне про индюков. Есть такой реест для того, что из мяса индейки можно сделать вот это и вот от сель до сель, вот столько понимания. Нету. Ну ты с салями ел из индейки? Ты когда-нибудь слышал, что из индейки можно делать салями? Так я могу тебе сказать больше. Я сегодня утром мне передали ребята с завода на пробу. Они мне все новое дают. Не потому что я великий дегустатор. Я просто ем там, я всегда говорю, мне нужно, чтобы это людям нравилось. Не Вадим Иванееву, а людям. Мы этот продукт делаем для людей. И я ел 4 вида салями. Это бомба. Хотя 4 вида. Разные, ну, разные специи. Очень много видов можно делать. Индейка единственное мясо в мире, которое может принять вкус другого мяса. Вот возьмите жир свинины, добавьте туда, и вы будете есть свинину. Возьмите бурдюшный жир барашки, добавьте, и вы будете баранину есть. Дети любят грудку очень. Из бедра можно делать очень много вещей. Очень много. Мама делает... А, она сациви делает очень сильно. Из грудки индейки. И из бедра очень классно делают чахобили. Типа вот как дома. И ребята здесь делают из бедра... Вот это у нас коронное блюдо. Мы делали день индейки, и люди чуть не снесли его. Вот за... Шой ногой. Ну, такой средний. По-моему, полчаса его не было. Люди с раялками стояли, уже не было. Это уникальное мясо. Не потому, что я его делаю. Ребята, вот ты три дня его ешь. И три дня вы сами удивляетесь. Засеките время. Я просто хочу всем показать, насколько эта индейка быстро готовится. Если честно, редко стоим здесь. Ну, понятно. Ну, не редко, а никогда. Ребята, самое интересное, вот это все строилось сам. Все стены, канализацию, это все делилось сам. Вот это можно рассказывать. Это к тому, что все говорят, что индейка, это жесткая, да, долго готовится. Может, по теме передачи, к вам, умер. Абдула по отвлекаем. Прошло 6 минут, как мы раньше готовим. Первый табурган. И говорят, что это сухой мясо. Футчин понравилось из индейки. Все на сети приезжают, говорят, не может такого быть, что вы футчин сделали. Мы только из индейки делаем футчин. А вот праздник индейки, это откуда? Это я придумал, чтобы популяризировать мясо индейки. Ну, это только начало. Но он будет ежегодно? Ежегодно. Мы его раскачаем. Вот запомни мои слова. Через 10 лет этот праздник будут делать во всей стране. Всего 135 тысяч тонн к 2016 году сделает нас номером один в Европе и номером четыре в мире, заявляет Ванеев. Кроме того, в Воронежской области по просьбе губернатора Алексея Гордеева он собирается построить комплексы по производству 60 тысяч тонн мяса индейки и 20 тысяч тонн утки. Еще Ванеев думает добраться до Саратовской области, открыть и там птицеводческий комплекс. Если все задумки осуществятся, Евродон сможет производить до 300 тысяч тонн мяса индейки к 2020 году. По оценке Мясного Союза, потенциальная емкость российского рынка в ближайшие несколько лет минимум 300 тысяч тонн индейки. Россияне пока съедают порядка 150 тысяч тонн. Из них на отечественных производителей приходится около 85%. Я всегда, когда веду переговоры, если я договариваюсь с кем-то о чем-то, я ему говорю, мы должны сейчас с вами договориться на берегу, потом поплыть, чтобы ты на середине реки не передумал. Вот давай договариваться сейчас, это уже в переговорах я привожу, руки пожали, подписали и поплыли. Вот, сейчас мы с тобой договоримся и поплывем. Признавая лидерство Евродона, конкуренты сомневаются, что компания сможет долго удерживать пальму первенства. Не факт, что все заявленные Ванеевым проекты осуществятся, что он много декларирует, а в действительности только сейчас завершил свой первый птицеводческий проект. Видимо, чувствуя значимость своего бизнеса, Вадим Ванеев в ответ на критику лишь улыбается. Индейку тоже никто не верил. Если не верите тому, что я говорю, следите за тем, что я делаю. Вадим Ванеев. А свои новые птицефермы владелец Евродона собирается оборудовать вертолетными площадками. Мало ли кому захочется посетить лидера отрасли. В августе 2013 года на совещании по социально-экономическому развитию Ростовской области президент России Владимир Путин отметил успехи развития агропромышленного комплекса. В качестве примера он привел деятельность главы компании Евродон. Необходимо внедрять новые технологии и инновации для производства продовольствия, создавать современные предприятия по переработке продукции на уровне мировых стандартов, вот так, как это делают некоторые производители. Например, Вадим Шалович Ванеев. Я уже помню его успехи по птицеводству. Сейчас они от индюшатины перешли к производству мяса утки, причем новейший комплекс, сообщил Владимир Путин. Наблюдая за динамичным развитием молодой империи Вадима Ванеева, невольно задаешься вопросом, что же движет этим человеком? Ведь он дает понять, что на данном этапе деньги уходят на него на второй план. Значит, дело не в желании разбогатеть. Тогда что? Возможно, азарт и стремление узнать, насколько достижимы самые амбициозные цели. И что дает ему эту уверенность в собственных силах? Все, что я есть, это Вадим Ванеев, это осетия. И я всегда себе задавал вопрос, что мне дает силы достигать таких-то вершин в жизни. Наверное, вот это, что я родом оттуда, и великий русский язык. И симбиоз вот этих двух вещей, вот мне дало вот это все, вот эту силу. Как у нас говорят, у кударства задняя скорость отсутствует, вот это, и плюс учеба, занимать, та учеба, которую я над собой провожу, и учусь каждый день, и работаю над собой. Вот это все мне дало. А осетия, это мой родной уголок. Я вам честно скажу, я последние полтора года думаю, что там можно сделать. Есть разные идеи. Единственное, что самое плохое в плане бизнесмена, это тупик. Тупик в плане логистики. Таможня. Любой бизнесмен будет, как пройти таможню, оформление. Он бизнес не любит тягомотины. Мы можем в будущем построить там какой-нибудь комплекс, допустим, по производству бройлера. Курицу. Индейка, это не тот продукт, который там можно делать. Ни утку нельзя делать. Если откроют границу, этот масштаб работы будет бешеным. И вот в этом направлении я думаю, что может что-то... Если мы найдем достойных ребят, которые захотят, мы можем все рассказать. И они сэкономят сотни миллионов рублей в проект. Если допустим 3000 тонн, там военные, кушать все хотят, охлажденное мясо. так это же будет суперпродукт. Знаешь, на моем городе я говорю, что я не знаю, что я не знаю, Но я знаю, что я не знаю, что я не знаю. И все будет. Я зрею. И что-то будет такое. Вадим Ванеев только поднимается, ребята. Он только начал шаги. Все это время боролся. Я боролся доказать всем, что я нормальный, я здесь. Мои дети здесь. Они не в Лондоне, они рядом со мной. И поэтому все больше и больше обращают внимание на нас здесь. А когда они обратят на нас здесь внимание, то и мы обратим. И у меня будет возможность что-то сделать. Иногда мой один совет достаточно того, что человек сэкономит огромные деньги. Потому что я это уже прошел. А у меня не было этого. Я сам спотыкался на этих ошибках. Ты отреставрировал и заново восстановил святилище вашего родного села. Ну, это громко сказано. Отреставрировал. Там не было прохода. А женщины ходят. Дети могли скатиться вниз. Когда мы начали ремонтировать, нашли скелеты. Я привез археолога из Северной Осетии. Он сказал, мы были все удивлены, что это 10-11 век. Это Ланская церковь. Сделали. Я считаю, что это достойно. Но это не дань моде, как многие сейчас церкви делают. Нет. Нет. Это внутреннее. Это мой дед. Мой дед сидел в концлагере Дахау. Именно мой дед следил за этой церковью. Я нашел английских ребят. Им помог. Они со мной согласовывали. Давай вот это сделаем. Давай вот это сделаем. Вот и все. Ни в коем случае. Это вот многие там, извините, крадут деньги и потом свои грехи. Вадим Ванеев ни у кого ничего нет. Вадим Ванеев создал все сам. В чистом поле. Мне никто не может предъявить, что я у кого-то что-то украл и что-то сделал. Никогда в жизни. Для меня мое имя дороже всего. Поэтому я восстановил то, что я должен был сделать в жизни. Вот я это сделал. И я горжусь этим. Я отдыхаю там. Вадим Ванеев Моя родина это там, где я родился, откуда я уехал в Россию 18 лет и всю свою сознательную жизнь я провел в России. но родина это все мое детство все самое теплое, что у меня в душе это конечно было заложено именно здесь. А вкус детства это это по-моему вкус любого стена. Торны и сыр. Вот это по-моему мне давали кусочек этого лаваша когда я пас коров в Антисе и целый день с этим сыром. И как только приезжаю в Цхенвалии все ребята знают, что надо привезти Торны. Все это знают. И сыр. Старшему 20, 18 и 15 и спрашивать с них мужского любви к Осетии очень сложно. Но то, что я их с детства приучил ездить на родину вот этот конфликт конечно они года 3-4 не ездили. И то, что они любят я вижу по их глазам даже мы футбол играем и два раза когда вот с ребятами мы играли второй год подряд они оба сыновер со мной участвуют в футболе. И я специально их затравливаю специально их вожу в такие места где я сам удивляюсь что им это понравилось. Их надо я могу заставить их элементарно но я не хочу их заставлять я хочу чтобы они полюбили полюбили мою родину где родился их отец. Но каждому из них сказал что каждый из вас должен привозить своих сыновей отец своих сыновей чтобы все мои правнуки приезжали сюда на родину моя мама отремонтировала дом отцовский я очень благодарен что она это сделала сейчас двойной мне приятно приезжать в такой дом что отцовский дом есть место куда он должен приезжать дом я used он мог на ирон и он на Раньше, когда в детстве к нам приходили гости, отец, принимая всех гостей, таким шутливым тоном, он всегда говорил, сын настинского народа, Шалвал Михайлович Ванеев. Я всегда стеснялся, ну почему он это говорит, тем более еще по-русски, и я это воспринимал как юмор. Знаете, его уже нету, и осознав глубину этих мыслей, я сейчас понимаю, насколько для меня эти слова сейчас важны, потому что там, в России, я могу представлять и наш народ, и себя в том числе, и всем с гордостью могу сказать, сын настинского народа Вадим Ванеев. Даже не в моральном, а в психологическом, вот у меня такое ощущение, вот можете вы улыбаться или смеяться, но каждый раз, когда я приезжаю и езжу по святым местам, после этого уезжаю, и если анализировать опять через год, получается, что мы какой-то проект уже сделали и достигли каких-то вершин. Не наверное, а сто процентов. Мои боги мне помогают, это сто процентов, я в этом уверен. Путь к успеху очень, очень, очень сложный и очень жесткий и трудный. И я бы сказал так, я тебе уже говорил про этот анекдот, который перевел в притчу, я уже приводил его где-то в прессе, чтобы подкова приносила вам удачу, первым долгом вы должны его прибить к лошади, а потом начать пахать, пахать и пахать. Вот это вот этот путь. Но дорогу постелит идущий.